МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые лучшие выходные – те, которые мы проводим в кругу семьи. В музее-галерее «Заварка» предлагают встретиться на семейном мастер-классе 29 июня и всем вместе создать яркий летний атрибут – воздушного змея. Под руководством музейного педагога вы смастерите свои уникальные летательные аппараты для семейных игр этим летом. Приглашают детей старше 6 лет вместе с родителями. Начало в 11.00. Библиотека имени Надежды Крупской также предлагает провести время в кругу родных и приглашает самарцев на встречу семейного клуба «Читаем слух» в это воскресенье. В этот раз участникам предлагают познакомиться с книгой Григория Кружкова «Гном-гильем» и «Лунный котенок». Такие встречи помогают привить детям любовь к чтению и книгам, развивают воображение, а также вносят разнообразие в семейный досуг. Занятие клуба начнется в 13.00. Сезон кинопоказов «Под открытым небом» в самом разгаре. В сквере музея Эльдара Рязанова на этих выходных можно будет посмотреть фильмы «Руслан и Людмила» и «Проверка на дорогах» в субботу, и «Илья Муромец» и «Зимний вечер в Гаграх» в воскресенье. Сеансы проводятся бесплатно для всех желающих. Время кинопоказов можно узнать в группе музея ВКонтакте. Детская картинная галерея приглашает посетить выставку «Пушкин-225. Небронзовые истории». Экспозиция состоит из двух частей – исторической, которая рассказывает об облике человека пушкинской эпохи, и современной, в которой представлены лучшие работы областного конкурса детского рисунка к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Зеркальный зал особняка посвящен визуальному образу человека первой половины XIX века – моде пушкинского времени. В экспозиции представлена авторская коллекция кукол Ольги Бакановой «Ампир» и «Бидермайер». Сказкам Пушкина посвящены два зала. В одном из них представлена еще одна коллекция эксклюзивной куклы особняка Клотта – костюм русской знати до Петровской эпохи. Посетители могут в деталях рассмотреть костюмы русских царей, царевен, бояр и боярынь, которые часто становились героями сказок Александра Сергеевича. Во втором зале представлены рисунки современных детей – иллюстрации к сказкам Пушкина. Отдельное пространство выставки посвящено пушкинскому графическому наследию, прежде всего его автопортретам, и демонстрирует художественную грань таланта великого поэта. В экспозицию зала вошли подлинные предметы первой половины XIX века из частной коллекции и фондов музея. Выставка будет работать до 29 августа. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.